Друзья, всем привет! Российский запрет поставок электричества в Финляндию уже дает результаты. За счет России Финляндия больше не может обеспечивать свою экономику и энергетику не только ресурсами и древесиной, но и электроэнергией, которую получала как за счет недорогого российского газа, так и путем прямых поставок по электропорам. Ситуация интересна тем, что Финляндия покупала электричество у Интерраа, но оплаты за израсходованные объемы на счета не поступало, причинам якобы платежи не пропускали. Видимо, в Финляндии рассчитывали, что Россия будет экспортировать электричество несмотря на задолженность, по примеру Молдавии, которая пару лет не платила Газпрому и вдруг получила потом двойную сумму ко плате. Но в России перестали демонстрировать необыкновенную щедрость кому попало, за свой счет снабжать граждан чужой страны, это конечно смешно и рубильник был перекрыт без всякого сожаления. В России не намерены обеспечивать чужие недружественные страны, тем более бесплатно. Ну и каков же результат новой российской политики, как она отразилась на финской экономике и владельцах домохозяйств? Болтовня о том, что в Финляндии все отапливают дома электричеством, это довольно смелое заявление, ведь чтобы отдать за полное отопление дома 800-1000 евро в месяц, нужно хорошо зарабатывать. А в Финляндии с этим вопросом все довольно печально, зато много леса. Я вижу, что в Финляндии и в Европе не принято заботиться о населении, центрального отопления в северной стране практически нет, до сих пор в основном используют дрова, уголь, мазут и валежник. Да что там говорить, даже в Швеции газификация всего 1%, а в Норвегии вообще газификация смешные 0,5%. Зато цены на электричество просто удивительно высокие. В России газификация более 72%, такие показатели богатым европейцам даже не снились, это вызывает конечно большую зависть. Отапливать квартиру электричеством Финам тоже достаточно дорого, уходит примерно 600-700 евро в месяц, если конечно они хотят, чтобы дома было тепло, как например в России, но это мало кому по карману. Поэтому температуру там стараются поддерживать в пределах 13-16 градусов, чтобы меньше платить за баснословно дорогую электроэнергию. Посчитайте зимнюю цену 25 центов за киловатт, подставьте в свою платежку и будете ошеломлены тем, насколько электричество у финнов дорогое. Смешная болтовня про то, что они лучше нас живут, это не более чем смехотворное заблуждение, пообщайтесь на форумах с людьми, которые там находятся и они быстро собьют оптимизм на этот счет до нуля. Вот такие вот результаты того, что российский недорогой газ и электричество больше туда не поступают, мне одному кажется, что это заслуженная награда за такое отношение к двухсторонним торгово-экономическим отношениям, а ведь раньше там все нормально было. Пока в России строятся тысячи заводов, я не слышал, чтобы в Финляндии построили что-то более или менее стоящее. Но самое смешное, там есть такое понятие, как биоогурцы, которые стоят 16 евро за килограмм 1-7 тысяч рублей, но впрочем всегда можно купить обычные огурцы за 7 евро 609 рублей. Речь идет о местной произведенной продукции. Привозные турецкие немного дешевле, но чужую продукцию там стараются не пускать, чтобы не забирать доходы у финских компаний. Хотя российское электричество обеспечивало потребность Финляндии всего свыше 10%, его отсутствие сыграло ключевую роль для их внутреннего рынка электроэнергии именно в совокупности с отсутствием недорого российского газа. Кстати, бывший актер из особенности национальной охоты Вилли поставил палатку и печет пирожки и хот-доги, чтобы заработать, вовсе не от хорошей жизни. Я, конечно, понимаю, что в комментариях сейчас начнутся обсуждения о том, как там у них все замечательно. Ну что же, готов посмеяться вместе с вами над такими фразами. Ставьте лайк, если не удивлены резким ростом цен на электроэнергию в Финляндии после ухода российского газа и выключения электрорубильника. Минфин США просчитался и теперь придется платить, а дружественные страны бросились скупать российскую нефть. В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил о намерении с марта сократить добычу нефти на 5%, а это 500 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что это решение поможет восстановить рыночные отношения и определенные позитивные результаты уже есть. В конце февраля все бросились массово закупать российскую нефть, пока ограничения не вступят в силу, и это сыграло на руку отечественной экономики. И все это на фоне прогнозов американского Минфина о том, что введение потолка цен вынудит Россию, наоборот, нарастить объемы нефтедобычи для компенсации снижающихся доходов. Западные ограничения, в частности, введение потолка цен на нефть вызвали ответную реакцию со стороны России. С марта этого года страна добровольно решила снизить нефтедобычу с целью обратить ЕС к справедливому рыночному регулированию. Сейчас основным направлением экспорта стали восточные партнеры, и благодаря этой переориентации удается компенсировать бюджетный дефицит от санкций. К тому же часть ресурсов все еще поступает в Европу только теперь окольными путями. По итогам 2022 года, как сообщил Александр Новак, объем нефтяного экспорта вырос на 7,6% и составил 242 млн тонн. Дружественные страны продолжают бить рекорды по закупкам российской нефти, а в преддверии снижения добычи начало происходить просто нечто невообразимое. Вместо тщетных попыток компенсировать убыток за счет еще большего наращивания экспорта, было принято решение, напротив, его урезать. Непонятно, почему в Минфине Соединенных Штатов не додумались, что российская сторона может пойти на этот шаг, чтобы как раз поднять стоимость нефти, снизив предложение на рынке. Положительный эффект можно прогнозировать, основываясь на примерах стран, которые чуть ли не каждый месяц ставят новые рекорды по объемам экспорта российской нефти. Продукт востребован, и спрос на него будет всегда. Экономика РФ таким образом не просто удерживается, но и крепнет, а вот американским и западным властям придется дорого заплатить, причем во всех смыслах этого слова, за собственные просчеты и ошибки. В БРИКС уже целая очередь выстроилась, Азербайджан запросился в новый блок. Самое интересное даже не то, как запросился Азербайджан в БРИКС, а кое-что другое, как позволяют себя при этом вести другие страны, соседствующие с нами. Достаточно послушать, жестко и четко высказался представитель Азербайджана, посол республики в России Палат Бюль-Бюль-Аглы, а потом сравнить с другими странами. В БРИКС уже целая очередь выстроилась из желающих присоединиться к блоку. Азербайджан действительно изъявил такое желание. «Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», сказал Бюль-Бюль-Аглы в интервью ТАС в преддверии визита президента РФ в Баку. «Теперь мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут». «Первым депутатом», сказал он. «Интересная мысль, действительно, где же, простите, Армения? Страна, входшая в ЕС, продающая свои товары на рынке России, зарабатывающая у нас деньги, но при этом выпускающая такие интересные учебники истории. Что даже в Министерстве иностранных дел России вынуждены были официально обратить на это внимание и выступить с предостережением. Как мы и сказали сразу, здесь не то интересно, что Азербайджан просится, а то, что Армения не просится. И еще целый ряд наших соседей, которые при этом официально являются и нашими союзниками, как минимум, формально, тоже не просится. А вот Азербайджан, о чем часто забывают, является для нас, соседом. Наверное, не стоит никому напоминать, что сосед никуда не денется, и с ним надо строить отношения. Часто приходится слышать о том, что Азербайджан дружит с плохим нам странами, что у него куча своих интересов, которые противоречат нашим. Но именно это-то и является редким явлением на сегодняшний день. Потому что у Европы, например, никаких своих интересов нет. Одни американские. Ей не жалко отдать вообще все, лишь бы только в США похвалили, погладили по головке. И в этом Европа как раз опасно похожа на Армению. Вот там тоже все хорошо, тоже готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы только США были довольны. Здесь стоит напомнить уже, наверное, что переписывание истории отношений с Россией – это лишь часть общего процесса полной сдачи национальной армянской идентичности. Там уже дошло до того, что на полном серьезе планируют отказаться от своей письменности, одной из древнейших в мире, и перейти на латиницу. Что уж говорить после этого, что они готовы забыть массовые преступления против армянского народа, и что уж тогда удивляться истории с Карабахом и всем, что еще будет. Они реально готовы сдать даже свой язык и свою землю. И на этом фоне пренебрегать отношениями с Азербайджаном уж точно не следует. Мы не дружим с кем-то против кого-то. Мы дружим с теми, кто хочет развивать свою страну дальше, а не просто прислуживать Западу во всех вопросах.